Девушки отдыхают 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 на улицу Энгельса. Я думала, ты меня поправишь. Преображай, что ты ждёшь. Я на тебя смотрю, ты не подсказываешь. На улице Энгельса я по старому мысли ещё. Переместились к зданию инженериума, которое начинает функционировать активно, в том числе и с горожанами, а не только со студентами, работать. И вот именно на этой площадке, где стоит огромное количество парковок для велосипедов, хочу напомнить, планируется сегодняшнее мероприятие. Да, совершенно верно. На самом деле это другой проект. Это не возвращение десяти вечеров, которые были на Спаске. Это у нас ностальгия такая. Ну да, она у нас у всех. Нам давно хотелось, и до тех пор, как стало понятно, что там мы сделать больше кино не сможем. И мы вот, сколько прошло, три года уже, да, три-треть, по-моему, год, вот ходили по городу, смотрели, думали, где же, где же, где же можно снова что-то такое сделать. Было понятно, что это будет не сквер, не парк, потому что хотелось именно в городской среде, чтобы чувствовать себя вот именно в городе, какого-то нового ощущения именно городского пространства, а не выделенного парковой зоной или кем-то ещё такого места. И вот как-то случайно, долго взгляд так цеплялся за площадку инженериума. Ну а почему бы и нет? Почему бы и нет? Есть опасения, насколько рядом движущиеся улицы и машины будут нам мешать или, наоборот, помогать атмосферой, добавляя звук в тот звук, который будет из фильма. Ну, как бы посмотрим. То есть это такой эксперимент. Эксперименты мы очень любим. Со Спаской тоже получалось совершенно всё спонтанно. То есть мы в первый раз пришли просто почти наугад сделать там, показать всё. И когда сели, когда я даже села, посмотрела, я поняла, что мы тут задержимся, что надо повторять, что это будет хорошо. Вот как сегодня пройдёт, тоже покажет. Может быть, это будет разовое, и мы поймём, что нет на другое место. Может, нам там понравится, и это когда-то появится новая традиция. Мы не зарекаемся ни о чём. То есть мы экспериментируем, мы пробуем. Сегодня, если не будет всё-таки ливня к вечеру, будет на улице показаться? Ну, прогнозы очень оптимистичные. Я по всем, уже по привычке, перед величинным показом начинаешь заранее мониторить и надеяться. И пока всё идёт к тому, что к трём часам уже должно всё прекратиться, а ночь вообще обещают ясную. На что я очень надеюсь, потому что звёзды — это наше всё. А что вы до ночи хотите задержаться на площадке? Ну, до десяти вечера, это уже сейчас у нас почти ночь. Я сплю обычно в это время. В половине девятого вечера. Но не сегодня. Да, начинаем только в полдевятого. Начинаем в полдевятого. Соответственно, я думаю, где-то до десяти всё пробудет. Так, в какой форме это будет? То есть это будет показ после обсуждения или перед показом обсуждения? Мы сделаем небольшое представление фильма. Мы расскажем тем, кто не в курсе про проект про наш, почему мы именно... Город движения. Да, про город движения. Фильм выбран тоже не случайно. Фильм документальный, называется «Пина танцующей мечты». Рассказывает об одном из проектов легендарной танцовщицы-хореографа Пины Бауш. И он интересен и близок к нашему проекту тем, что участие в этом проекте принимают ребята-школьники, которые не имеют абсолютно никакого отношения и какой-то базы хореографической. И вот из этого, скажем так, с нуля Пина ставит совершенно потрясающий спектакль. И так и в нашем проекте. То есть участники наши пришли тоже вот... Ну, практически. С нулевым реграундом практически, да. Кто-то в первый раз взял в руки камеру, кто-то в первый раз попытался что-то сделать. Изобразить. Изобразить, да. Своим телом как-то выразить себя. То есть это вот... И даже то, что вот этот эксперимент на этой площадке, вот это кино тоже такое. Это всё сводится в одну такую идею эксперимента, что не надо бояться, надо брать и делать, пытаться что-то выразить, как-то попытаться сделать, а не ждать, когда будет какая-то идеальная форма или кто-то идеально что-то может сделать. Будем пробовать, будем пытаться, будем надеяться, что всё получится хорошо. Так, ещё такая техническая, тоже важная для меня деталь, как мне кажется, просмотр будет организован стоя или сидя. Я помню, на Спасской там уже стульчики были, да? Да, да, да. Вот кто бывал на Спасской, будет примерно так же, но в другом месте. Будет экран, будет проектор, будут стульчики. Изначально, я думаю, около 50 посадочных мест стульчиков у нас будут, но благодаря соотечству инженериуму у нас будет возможность что-то добавить, если людей станет больше. Но не возбраняется, как это у нас повелось тогда ещё на Спасской, прийти за своим. То есть были совершенно потрясающие ребята, которые приходили со своими очень комфортными туристическими креслами. Не возбраняется взять с собой, а даже приветствуется взять с собой пледы, может быть термосы, там что-то ещё. Хотя для тех, кто немножко замёрзнет, у нас наши друзья, замечательная компания, которая открывается, кстати говоря, только 1 сентября, но уже активно везде участвует, чайная Мой чай Ру, открываются они в Кирове, Захар Шашин делает этот проект, вот они будут поить нас горячим чаем. На противоположном ресторане должен стоять кофе-лайк, я думаю, выездной. Здесь чайная, а там кофе. Так что, я думаю, мы не замёрзнем совместными усилиями, дождя, надеюсь, не будет. Небольшой дождик, сразу продолжу, вот небольшой дождик, морость нас не испугает, под зонтиками кино смотреть намного даже романтичнее. Так что ждём всех вечером. Романтический вечер в Кире сегодня у инженериума с 9 до 10.30, правильно я говорю? С 20.30. С 20.30 до 10.00 вечера у инженериума это улица Преображенская, Энгельса. Почти перекрёсток с Карла Маркса. Да, а теперь нужно вовлекать Александра и Дину. Продолжается проект «Город в движении», и вот эта история с просмотром кино под открытым небом, она, мне кажется, очень важна, конечно. У нас, к сожалению, в этом году город абсолютно замер, в смысле каких-то аудо-посиделок, совершенно не было уличных кафе, кто-то не получил лицензию, кто-то и не стал вообще этого делать, ссылаясь на разные вещи. Это всех прошлое лето напугало. Это грустно, потому что, когда летний период, очень хочется, особенно наше короткое лето, чтобы мы находились на улице, и вот это живое движение, живое движение как раз было там, на поверхности было бы видно этих людей, как они одеваются, как они коммуницируют, о чём они говорят. Сегодня будет такой шанс в преддверии осени и, надеюсь, под звёздным небом провести вот это вот время. Это, конечно, я уверена, в вашей деятельности не первый опыт, но какие задачи были поставлены, Дарья, перед вами вот на сегодняшний день? Дина? Дина, они на друга так смотрят с удивлением. Дина, что вы будете? Относительно вечера сегодняшнего? Да, относительно сегодняшнего вечера. Вообще, я не знаю, что я поставила. Даже прямо сейчас, когда, в основном, сейчас вы знаете. Надо сказать, что вечернее событие, оно проходит у нас в рамках такой производительской программы, проекта. То есть ребята, Саша и Дина, у них задача немножко другая. Они занимаются лабораторией, которая прямо сейчас у нас идёт. Третья лаборатория проекта «Города в движении». Первая была в феврале, вторая в мае, сейчас вот третья. Последняя, четвёртая будет уже в конце сентября. они занимаются с нашими участниками и делают, работают над созданием работ в жанре видеотанца. То есть очень активно идёт эта работа. Вот мы всю эту неделю работаем над этим. И я думаю, единственное, сегодняшний вечер, вот я очень жду, что, наверное, Ирина всё-таки это сделает. Брежнева. То есть вот это представление фильма, то есть кто такая Пина Бауш, чем она важна для современной хореографии, для современных хореографов. Вот об этом, думаю, расскажет Ирина. Для всех остальных это возможность прикоснуться к тому, к современной хореографии, увидеть, как это работает, как это создаётся, на что она основывается, почему она такая, может быть, странная, почему именно так это всё получается. Ну, ребята-то ваши участники проекта, с которыми вы работаете. Они ведь сегодня будут на показе? Да. У нас лаборатория с шести часов до восьми, потом маленький перерывчик и пойдём смотреть все вместе кино. Вот, ну, вот сразу скажу, что уже в сентябре мы подводим итог. Проекты. Да. Вот сейчас идёт работа. В этот раз мы работаем над монтажом. И на самом деле это очень удивительно, интересный инструмент, с которым мы сталкиваемся. Если начинаешь смотреть это глубже, то понимаешь, насколько это многогранный инструмент. который не ограничивается просто нарезкой кадров. Я вот сейчас... Сейчас поподробнее об этой работе, которая идёт в данный момент, на чем работает Дина и Александра совместно с Дарьей и участниками проекта «Город движения». Поговорим через полминуты после короткого перерыва. Продолжаем разговор о сегодняшнем мероприятии, не только о проекте «Город движения». Мы говорим уже не в первый раз, но сегодня, напоминаю, с 8.30 до 10.00 на площадке у Инженериума это Преображенская 41, практически перекрёсток Преображенской Карла Маркса, Энгельсой Карла Марксой. Пройдёт показ документального фильма и его обсуждение, но всё это в рамках проекта «Город движения». Правда, я хотела сейчас как раз Александра с Диной попытать насчёт того, как всё движется, на какой стадии находятся участники проекта. Уже заговорила Даша о монтаже, но всё-таки Даша нас в перерыве вернула снова к документальному фильму. И это действительно интересно, наверное, всё-таки хоть немножечко узнать в преддверии просмотра об этом человеке, о котором снят фильм. об этой замечательной балерине. Расскажите нам, Александр, пожалуйста. Прочитать можно в Википедии, всё прекрасно. Нет, нет, нет. Я просто хотел бы рассказать одну историю, которую я уже вам рассказал в перерыве ещё раз, потому что, мне кажется, такой показательный момент, что значило пина для всего танцевального сообщества. В мире есть один большой фестиваль, который называется American Dance Festival. Он идёт шесть недель в Дюраме, Северной Каролине. Туда съезжаются? Туда съезжаются со всего мира. Хореографы, танцоры, профессионалы, непрофессионалы, любители и все-все-все-все-все. Это ежегодная история. Ежегодная. Ему очень-очень много лет. На этом фестивале была первый раз презентована работа в контактной импровизации. То есть он ключевой, и про него можно говорить отдельно много, и не одну передачу. И вот мне посчастливилось там быть в один из лет в 2009 году. И вот тогда случилось два интересных момента для меня показательных, что в то лето 25 июля умер Майкл Джексон. И это прямо было для всех потрясение, для всей Америки, потому что во всех телевизорах показывали его похороны, его показывали, и это прямо останавливало всё, всю жизнь Америки. И в магазинах он играл, и выходили в столовой повара, официанты, смотрели на всё это, и останавливалась жизнь абсолютно вся... Из всех машин года носились. Вся социальная жизнь просто останавливалась. И уже всё вроде прошло, как бы там пять дней, и 30-го числа умирает Пина, и в этот момент останавливается фестиваль, потому что останавливаются репетиции, останавливаются уроки, останавливается всё, и вся социальная жизнь крутится вокруг того, что как бы Пина умерла, никто не мог в это поверить, потому что вот если сравнивать эти две величины, то это вот они на одном уровне для танцоров, это прямо вот... Просто для представителей разных культур, и там, и там это получается такие очень знаковые люди. Да, король с королевой, к сожалению, в тот год покинули нас, и поэтому это был такой очень знаковый год, печальный, грустный, но вот если говорить про Пину, чтобы не говорить голословных слов, что она была прекрасной балериной, прекрасным хореографом, училась в Америке, что она сама из Германии, что она сделала много всего для современного танца, что она сделала новый жанр, то мне кажется, это более показательный факт, чем рассказывать про нее саму. Тогда, может быть, вы скажете, для кого сегодняшний просмотр? Кому это может быть интересно? Мне кажется, если я продолжаю разговорить, то мне кажется, что этот показ будет интересен всем, вне зависимости от того, насколько он включен в танец, потому что там непосредственно на экране люди, которые не танцуют, но создали танцевальную работу. и если у людей есть желание узнать что-то интересное из современного искусства, если есть желание узнать, каким образом люди включаются в искусство, не имея мотивации, не имея каких-то либо навыков, не имея, либо имея свои страхи, но человек, проводник, который умеет это делать, как он это создает, это как раз будет интересным поводом посмотреть этот фильм. Я давно очень не была в Москве в летнее время, а нынче мне повезло там побывать, потому что я поехала на московский урбанистический форум и увидела огромную разницу два года назад, было и сейчас, даже в программе самого форума, что там было, потому что были уже не просто деловая была программа, не просто были семинары, дискуссии с экспертами в урбанистике, а движение как раз шло нон-стоп, начиная с 7.30 утра и заканчивая поздней-поздней ночью. Начиналось все с организованных прямо там в заряде йога-площадок на вот этом висящем мосту. Я сначала не очень это поняла, потому что я смотрела деловую программу и все, а потом смотрю, люди ходят с семьями в спортивной одежде, всякие разные. Там вот это движение было организовано с утра до ночи, то есть вот, пожалуйста, тебе спорт, вот, пожалуйста, тебе детские площадки, вот семейное объединение, вот деловая программа. Ночью как раз с кинопоказа и обсуждения, дискуссии тематические заканчивалось все за полночь. Вот это, я понимаю, уже организация, вот это город в движении называется. При этом я, конечно, там съездила, микрорайоны посмотрела, заехала туда, где ни разу не было это реорганизованное общественное, теперь уже пространство, а раньше промзоны, там типа флакона и прочего-прочего. Ничего никогда не видел, что вот москвичи или те, кто там живет уже несколько лет в Москве, и там москвичи, говорят, а, флакон это отстоя, а вот это, вот это хорошо, и, ах, вы думаете, это я... Давно мы приехали из Кирова, где нет вообще ничего, нет вообще ничего. Это я к тому, что московская программа, я еще это поняла, когда вот я ехала в аэроэкспрессе из аэропорта, и там висят теперь вот эти все экранчики, где идет московская программа, да, вот, естественно, московские власти показывают, что было сделано в Москве, тут же рассказывают, почему картой тройкой классно пользуются, потому что показывают систему транспорта, единую систему транспорта в Москве, тут же они показывают, какие сегодня мероприятия в Москве, в каких районах прямо точками обозначено, наряду с тем, какие пляжи открыты, например, где можно... Все, и у меня начинается просто, у меня начинается вот просто зашкал, мой компьютер просто зависает, потому что хочется везде, хочется везде, человеку, который живёт в городе, в котором практически, как мне кажется, ничего не происходит. И очень многим горожанам кажется, что ничего не происходит. Кажется. Это на самом деле не так. Ключевое слово «кажется». Да. Но ты понимаешь, что вот если, Даш, я человек, который здесь находится, куда стекается там информация, большая её часть информации, всё равно думаю, что пустовато, то чего думают люди, которые смотрят вот, ну, просто телек там, главные каналы и работают всё время, например, или учатся, например, всё время. Нам не хватает вот этого такой комплекс на работе. Так вот, мне кажется, что ваш проект «Город движения» в том числе и на это направлен. И это ещё раз к тому, почему сегодня и кому сегодня интересно будет прийти туда, и с кем прийти, и там, что люди от этого получат. Здесь вот смотри как. То, что о чём ты говоришь ты, это такой внешний процесс организации вот этого движения в городе, да, какие-то события, которые люди могли двигаться, где-то как бы общаться, что-то там делать. То, о чём делаем мы внутри проекта, и то, про что будет итог этого проекта, это скорее про внутренний процесс людей, про их осмысление города и передачу их через движение. Движение тела, движение кадра, движение камеры, то есть скорее вот, мне кажется, внутренняя рефлексия по поводу своего существования в городе. Ну тогда... Это процессы, они как бы параллельные и одновременно важные, потому что помимо того, чтобы человек двигался сам в этом городе, где-то что-то участвовал, что-то делал, он должен... Внутри тоже определённые движения происходили, он должен как-то осознавать, рефлексировать и транслировать своё желание того, чтобы это было. Потому что когда люди просто не знают, что они этого хотят, что-то нам хочется, чего-то не хватает, а чего мы хотим, мы не знаем, просто... Не могут сформировать запрос, да? Да, да, просто не задумываются о том, что они тут существуют, не просто там из точки А в точке Б фиксируют, там, да, вот едут туда-сюда, а как-то они к этому относятся. Это с одной стороны. То событие, которое делаем мы сегодня, вот этот показ, и то, что мы делали с Паской, это немножко другого рода. Ну всё, забыли про Спаску. Это другого рода как бы вещи... Фигурки. Фигурки. Это другого рода вещи, которые как раз направлены на такой эксперимент с трансформацией восприятия городского пространства, пусть на время, потому что, когда ты идёшь, и вдруг у тебя появляется возможность остановиться, посидеть, посмотреть вокруг, что-то какой-то другой вид деятельности на себя примерить там, где этого раньше не было, вот это очень здорово освежает восприятие города. То есть ты понимаешь, а почему я не могу этого сделать в другой день, может быть, не специально организованное событие, а просто вот мы с друзьями возьмём, принёсём складные стульчики, даже там не досядем и будем как-то проводить время. Что нам мешает это сделать? Что нам мешает там сесть в солнечную погоду на газоне, да, сделать там семейный пикник, красиво организован. Вот нет у нас этого. Мешает отсутствие газонов, Дарья. Я бы узнала, что сейчас на этом прозвучит. Ну, конечно, многие так и скажут, да, мешает отсутствие газона, плохие автобусы, погода, чиновники, яма на дорогах, пыль. Да, да, да. Но ключевой фактор, он всё-таки внутри. То есть мы иногда даже, знаете, бывает, вот выезжаешь туда, где люди так делают, но ты так не привык вести у себя в городе. Вот какой-то внутренний барьер тебе мешает пойти и сесть, например, на ступеньки какого-то здания, там посидеть, там выпить кофе, что-то там поделать. Ну, просто в Кирове ещё очень не развита, к сожалению, конечно, эта культура. Эта культура больше европейская. Может быть, это связано с нашей погодой, да, с нашим коротким летом. Светлана со мной не согласна. Правильно ли я понимаю, что фильм «Пина», он отчасти вот и про ваш проект тоже. То есть её ученики, которые приходили к ней, они же тоже, вот я так понимаю, что не умели, да, не танцевать, ничего. Так же, как ваши к вам пришли ребята, у которых совершенно иной был жизненный опыт, и сейчас они постигают это всё. Да, совершенно верно. То есть конкретно вот этот фильм, он именно о таком проекте у «Пины». Они у него были очень разные. И фильмы, кстати говоря, «Пина Бауш», наверное, более чем, Саша, мне поправится ли, ошиблась, более чем любой другой современный хореограф представлен в кинематографе, потому что про неё и с ней снято огромное количество фильмов, включая как бы вот прогремевший 3D-фильм Вима Вендерса. «Танец страсти», по-моему. Да, «Танец страсти», да, «Пина». «Танец страсти», который просто как бы... Информированная. Я просто с компьютером сижу. Вот. И на самом деле вот это очень действительно хорошая вещь, как документальный фильм, показывающий процесс создания произведения хореографического. Вот когда к помощи камеры можно зафиксировать, как это происходит. И я думаю, там масса будет инструментов интересных, можно будет подсмотреть, как это зафиксирует это изменение. Там где-то серия, где-то интервью, где-то это просто съёмки репетиций, где-то какие-то тоже, в том числе и монтажные какие-то вот такие инструменты, трюки, показывающие вот эту трансформацию внутри человека, которая происходит благодаря его участию, вот его знакомству с современной хореографией. Ну вот мы сейчас про трансформацию поговорим после небольшого перерыва и про ваших участников. Кстати, потому что проект движется к завершению, надо понять, что с ребятами-то произошло. Дарья Ткачёва, Александр Любашин, Дина Верютина, участники проекта «Город движения» у нас в студии. Сегодня вечером в 8.30 начнётся кинопоказ замечательной совершенной ленты, которая не просто нас знакомит с одной из мировых звёзд танца, Пиной Бауш. Пиной Бауш, кто бы она ни была, как бы её ни звали. Мы просто в перерыве поговорили тоже об этом, я думаю, мы к этому придём. И не просто он направлен на какое-то решение проекта по президентскому гранту, который успешно получил ВУЗ и Дарья. И не просто касается какой-то группы людей, которые в итоге в проекте оказались и там остались. Я-то всегда хочу показать, почему это сейчас в нашей повестке тоже очень важно. Потому что я не зря вбросила этот вопрос по поводу организации общественных пространств, движений, чего у нас нет. А в Москве, например, есть. Или в Казани в той же. Потому что сейчас мы все находимся в предвкушении практически в начальной стадии перестройки всего города. Пока что идёт речь о перестройке, когда говорят наши власти, это Илья Вячеславович Шульгин, о перестройке такой физической... Внешнего пространства. Провода убрать под землю, построить концертный зал, как говорит губернатор. Может подумать о велодорожках. Вообще готовиться к юбилею города, который будет через пять лет. Мы хотим вывести историю на то, что это всё должно для людей быть. Не просто деньги пришли, они были врыты в эти объекты. А что дальше-то с этим всем будет? Это будет разрушаться, если это не будет жить. А жизнь — это мы, это люди, и это город как раз в движении. То есть нужно думать прежде всего, когда делаешь все эти проекты и планируешь эти деньги, как это будет работать потом на нас, на жителей, вложить в нас, в нас, в людей, а не просто вложить в дорогу. Иначе и эта дорога новая не будет радовать людей. Мы будем ходить грустные, печальные, вот с такой вот головой, опущенной, как описывали американцы в русском дневнике, на работу. Но всё равно начнём, конечно, с участников. Аня задала этот вопрос до перерыва. И Дима, а сколько там людей, что-то с ними сейчас происходит? Что с проектом, с участниками? Сколько у нас? Ну, порядка 10 плюс-минус. Ну, они там меняются раз от раза. Приходят. Приходят, да. Кто-то подключается, кто-то какие-то, к сожалению, пропускает ввиду своих занятий, учёбы, работы. Участники хотят двигаться дальше, и им это всё очень интересно, и так как наши блоки, они все три посвящены немножко, ну, как бы разным инструментам, поэтому это для них каждый раз такое новое открытие. Сейчас монтаж? Сейчас, да. Сейчас мы говорим про монтаж. Такой достаточно большой блок, который даже в неделю сложно уложить. Ну, там, конечно, много всего можно... Монтаж чего? Монтаж фильма, видео. Фильма? Да, да. Мы говорим о том, что в итоге будет фильм. Да, в итоге у нас будут такие маленькие или большие работы. Ребята уже сейчас приносят свои задания. Материал, тот, который был отснят. Да, упражнения. Мы каждый день даём маленькие задания, они выходят в поля, мы отправляем их в поля, в город, и они находят какие-то интересные локации, интересные места, и по-другому на них смотрят. У нас вчера был такой интересный момент. У нас делали упражнения у вашего музея космонавтики, и кто-то смотрел, ну, и мы просматривали, кто-то из участников сказал, что это за место, я это не узнаю. Ну, то есть это вот трансформация взгляда через камеру, то есть даже ваши местные жители города смотрят на музей космонавтики, мимо которого, наверное, ходят много раз, и смотря на экране, при... С другого ракурса немножко. Да, с другого ракурса, обращая акценты на движение человека в кадре, на монтаж. Говорят, что это за место? Это задача поменять фокус всё-таки. Да-да-да, поэтому, в принципе, вот мы как бы к этому движемся, и у нас получается менять фокус, и получается менять фокус, когда у людей, которые это снимают, они по-другому смотрят на пространство, они его изучают, как в первый раз. Потому что, беря в руки камеру, ты так или иначе смотришь на все объекты впервые. Через объектив. Через объектив, да, и это для тебя всё новое. И поэтому получается это перенести на зрителей, и зрители смотрят по-новому. Вот, поэтому у нас такие хорошие движения происходят внутри проекта, и пока все заинтересованы всем этим. И четвёртый этап будет в сентябре. Да, четвёртый этап будет в сентябре. Это будет, по большому счёту, это будет подведение итога. То есть мы должны будем открыть уже итоговую выставку. То есть к сентябрю вот эти вот, вот эти фильмы, они должны быть готовы. Да, часть фильмов у нас уже есть. И их можно было видеть в рамках «Ночи в музее», «Музейной ночи» в инженериуме. То есть мы делали там тоже такую выставку тех работ, которые были на тот момент готовы. Возможно, мы из них сделаем будто выборку, то есть будут какие-то, ну, лучшие, самые такие вот доработанные вещи. Очень часто бывает так, что вот ребята пошли делать задания учебные, а возвращаются, по сути дела, с готовой работой. Очень часто такое бывает. Даже сами не ожидаем, просто вот эффект «вау», как это здорово получилось. И это вот в итоге чуть-чуть там подшлифовать где-то что-то, и получается итоговая работа. На самом деле вот для меня, как аккуратный проект, руководитель, было некоторое волнение в самом начале, да, получится ли, то есть действительно ли получится у людей, которые впервые там взяли в руки камеру, сделать что-то такое. И когда буквально какие-то в первые разы стали делать первые упражнения, и ты смотришь просто до мурашек, до кожи, как это всё здорово выходит, вот стало понятно, что всё будет прекрасно. Понятно, что это учебная работа, то есть у нас нет такого, что мы претендуем, что прямо вот это произведение искусства. И потом на фестиваль на какой-нибудь, да? Не исключено. Почему нет? Там есть очень хорошие работы, вполне. Да, да, да. Ну вот когда мы говорим о том, что, понимаешь, почему я всё время, да, на другие рельсы, вот мы озвучили цифру 10 человек, участников проекта. Ну а сейчас слушатели скажут, ну чё там 10 человек, студенческие работы, что вообще это значит? Ну да, они там что-то для себя это сделают, нас-то это всех как касается. А вот так и касается, потому что вот через таких людей, вообще на самом деле продвинутые города, да, там российские, они вкладывают прямо деньги в этих людей, потому что они потом начинают распространять эту информацию и сами начинают менять фокус. И вот Александр тянет руку, и, наверное, он меня либо поддержит, либо разгромит сейчас. Я абсолютно поддержу, потому что в этом ситуации не важно, сколько человек создаёт работу, важно, сколько человек эту работу посмотрит. Потому что в данном случае, так как это видео, и так как мы очень надеемся, что это всё появится в сети интернет, и мы надеемся, что даже люди, которые здесь придут посмотреть на это всё, это уже те люди, которые увидят, у которых начнёт что-то меняться. Мы очень надеемся на это, как у наших участников, про которые ситуацию рассказала Дина. Но ещё я поддержу в такой ситуации, что вот на этот третий модуль, я раскрою такой маленький секрет, у нас приехало несколько, как-то из других городов, иногородных участников, два человека приехали, которые не связаны с Кировом напрямую, но которым интересно посмотреть на всё это, и они смотрят своим взглядом. Откуда идти, ребят? Это из Питера. Петербург. Да, так получилось. И это абсолютно другой взгляд даже для участников, которые здесь непосредственно. И мне кажется, что здесь очень важный момент, что вот этот, скажем так, условно говоря, замыленный взгляд коренного жителя и свежий взгляд человека, который приезжает, они встречаются, и пересмотр происходит внутри группы, и я очень надеюсь, что пересмотр произойдёт более глубоко. В головах. Да, конечно. Где работы-то выкладываются, Даша? Ну, пока мы почти их не выкладывали. То есть пока всё там... А когда вы стартуете? Мы очень хотим на нашем сайте разместить работу. Это возможно будет? Я думаю, что да. Возможно, что-то мы в течение сентября уже начнём потихонечку выкладывать. Потому что если мы хотим трансформировать, давайте трансформировать широко через СМИ. И будут какие-то работы, и можно будет показывать, обсуждать эти работы у нас в эфире, чтобы наши слушатели смотрели и тоже участвовали в обсуждении. И это очень важно. Потому что вот хорошо, что мы с Сашей сходимся в этой истории, в этой истории, потому что ещё раз у нас... Так-то если посмотреть на расписание Департамента культуров города Кирова, там весь год уже расписано. А прекрасно всё. Тут Галка, там Галка. Ты хочешь что-нибудь знаешь, что там в этом расписании, Аня? Кто в них участвует? Это важно, поддерживать детские коллективы, значит, коллективы пенсионеров, удмуртов и кого угодно. Безусловно, ребята. Но это всё локальное решение. Я не хочу никого обижать. Я считаю просто, что культура должна быть разной совершенно, разноплановой. Да, и детским коллективом должно быть место, и всем остальным тоже. Даша. А можно я на эту тему такой небольшой комментарий? Я неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда, например, общаешься со студентами, культурологами, даже задание, например, проанализировать культурную политику региональную. Ой, как интересно. И они приходят и рассказывают. И рассказывают всё так прекрасно. Там такой фестиваль, там всякой фестиваль, тут куча коллективов, там куча коллективов. У нас город просто гудит в плане культуры. На самом деле иногда складывается такое же ощущение. Потому что ты делаешь программу по госзаказу, вот у тебя и складывается. Я выслушиваю её одного. Ты эту программу освещаешь, и тебе кажется, что всё происходит. Но как это происходит? Даша. Вот, в том-то и дело. Я говорю, я выслушиваю там одну группу, команду студентов, выслушиваю вторую, третью, у меня уже кончается это пение. Я говорю, так, ребят, вот вы говорите так прекрасно, но почему при этом, когда мы вот вне там учебных каких-то процессов, мы все жалуемся, что у нас ничего не происходит? И самое главное, что на этих мероприятиях вот эти твои студенты вообще ни разу не были. Они берут программу того, что напечатано, и говорят, значит, так, день, что там, не буду никого говорить, ну ладно, день, условно говоря, в фестивале, значит, с участием коллектива «Птичка» и «Балалайка». Дальше следующий фестиваль с участием того, всего 5-го, 10-го. И с года в год одно и то же. Развитие-то нет вот этого самого, и вовлечённости нет, вот широких там масс населения, слово, которое ты, Аня, не любишь. Да, я не люблю. Понимаешь? Хочется, вот если ты хочешь, чтобы население превратилось не в население, а в людей просто, которые общаются и живут в этом городе и двигаются, то должна измениться совершенно вот эта схема. Мне кажется, что в первую очередь должно измениться понимание того, что нужно информировать, рассказывать, и рассказывать, почему это важно, чем мы и занимаемся, собственно говоря, вот сейчас. У нас столкнулись две такие позиции. Очень хорошо. Получилась краткая дискуссия, такая непримиримая. Хорошо. Ну, мы возвращаемся к тому, что, Даша, на работы, работы участников проекта «Города в движении» обязательно появятся на нашем сайте. Да, мы это прям как миссию свою обозначим, да, и выложим обязательно и познакомим людей с ними. Да, ну вот я бы хотела, как раз, Даша, я не знаю там, что вы будете в продолжении всего этого делать. Я думаю, что именно выкладка и обсуждение этих работ на нашем сайте и на других сайтах это будет продолжение развития проекта. А я все-таки, как участник группы, Киров меняется и член общественной палаты и черти знает что еще. Я все-таки заинтересована в том, что вот этот опыт, он как раз, он как раз внедрялся в те большие проекты, еще раз возвращаясь, которые город планирует, да, чтобы у нас трансформация физическая и внешняя, она была наполнена трансформацией, вот как раз, да, и культурной жизни, и духовной там, да, любой другой, и чтобы мы шли вот в каком-то, вот действительно, в направлении уже современном таком. Мне очень нравится, что, кстати, молодые люди стали к этому подключаться. У нас недавно была программа с ребятами, которые делали фильм про Атарскую Луку, это другое, совсем это не про город, но это выехали два человека, которые в последний раз сапоги резиновые надевали в 8 лет, а сейчас они взрослые люди, там что-то им по 22-23 года, с брезгливостью выходили на берег шикарных абсолютно там этой Атарской Луки, с ужасом под дождь, вот это вот все медведи там где-то там ходят, и с каким восторгом потом они это все нам рассказывали, они сняли прекрасный фильм, блок, заражены совершенно этой историей, хотя столько было скепсиса еще буквально, пока мы ехали в автобусе, вот это тоже история про трансформацию сознания, и классно, что увлекаются молодые, их надо вот туда погружать, чтобы они не отчеты тебе сдавали потом о культурных мероприятиях этого региона, приходили действительно с анализом и с идеями, самое главное, что включенность была такая. Мне кажется, что это на самом деле ключевой момент, то есть когда любой городской проект обсуждается, проект связанный с публичным пространством, в котором планируется или уже существует какая-то коммуникация людей, вот именно на этот процесс коммуникации, на факт присутствия этих людей, их существования в этом пространстве, вот именно оно должно стоять вообще изначально. То есть не, я понимаю как бы всю важность инженерных решений, каких-то там вопросов благоустройства, прав на землю и прочее, но в конечном итоге потребители этого всего, люди, которые будут там жить, и если не будет обращаться внимание на то, каким образом вот эта коммуникация в этих новых пространствах будет выстраиваться, за счёт каких инструментов туда будут привлекаться люди, за счёт чего будет стимулироваться это общение и так далее, и так далее. Если она не будет базироваться на том, что уже есть, у нас очень любят как бы начинать придумывать какие-то совершенно новые, а вот в Америке так, а вот в Москве так, а вот так, так. А у нас здесь на месте могут быть совсем другие традиции. Даша, Даша, хуже. У нас говорят, хотели велодорожку, вот она вам в парке, велодорожка размером 200, там, длиной 200 метров в виде петли там, восьмёрки. Ну, есть же в городе велодорожка? Есть у нас культурная жизнь? Есть она, понимаешь? А куда этот велик дальше поедет? И хочет ли человек по петле ездить? Это вот вообще никого не интересует. Мы хотим менять эту ситуацию. Мне кажется, что проект «Город движения» меняет как раз эту ситуацию в культурной жизни города. Не только в культурной, да, вообще в отношении к городу. Будем обязательно с ребятами ВКонтакте, вот мы уже договорились тут, наверное, да, что будем выкладывать работы на сайте. Вот, всё, договорились. Обсуждать их и обсуждать вместе со слушателями. Вот, ну а всех наших слушателей мы сегодня приглашаем в 20 часов 30 минут на Преображенскую 41 корпусу инженериум Вятского госуниверситета, где пройдёт показ фильма «Пино танцующие мечты». Всё верно, да? Да, всё верно. Вас там критикуют вообще на вот этих встречах? Бывают люди, которые говорят, что это вы нам тут впариваете? Мысли на кино? Не знаю, вообще на всех ваших встречах в рамках проекта. Приходят же люди, что говорят? Коротко. Критика есть? Из Рецка была. Вот интересно, сегодня вот придут и скажут, что вы тут делаете? А мы вас послушаем, правда. Приходите и покритикуйте, или наоборот, не покритикуйте, поучаствуйте. Спасибо нашим гостям. Дарья Ткачёва, Александр Любашин, Дина Верютина. Сегодня 8.30, на Энгельса 41. Преображенская 41. Встречаемся. Дневной разворот завершён. Анна Лапшина, Светлана Занько. Всем доброго дня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова